Русская персональная армия, ну в принципе и европейская тоже, потому что в Европе воевали наемники за деньги, а стрельцы были потомственные, то есть сын потом перенимал должность отца, ну как бы службу отца, думал потомским стрельцом, поэтому стрельцам не запрещалось мне в служебное время заниматься торговлей, мелкой, лавочной, производством, ремеслом. Каким-то там животноводством, например, мелким производством, но по приказу царя они не шли городовую службу, то есть полицейские функции выполняли в городах, так называемые городовые стрельцы. Мы как бы в Красником, мы московские стрельцы. А как стрелять надо вот из ружья, можете показать? Ага. Сейчас, я тебе уже отдам. Ужидание команды, стрельц стоит, прислонив приклад к земле, при команде на плечо, поднимался двумя движениями и клался на плечо. То есть он и так стоял, с тобой, подручили впадину и вертикально вверх. Так, кстати, тяжело долго стоять. Вот. При следующей команде, команде «Заряжай», мушкет перехватывался, уставлялся перед собой. И, как называемый, у каждого этого стрельца, мушкетера был, ну, вставили на руки и убирался свой тетя дяжести мушкет вперед. Потому что все манипуляции с мушкетом делались левой рукой, не правой. Левой рукой, то есть команда «Заряжай», снималась с плеча, перехватывался мушкет, правая нога убиралась назад, открывалась полка, отправилась в парахомница, засыпалась сюда, то есть это пор затравочный. По факту, как в современном выражении, капсуль. Потом, получается, подшагивалась, правая нога уходила вперед, мушкет разворачивался вот таким образом. В другую сторону. Открывался зарядец, у меня сейчас пустой, просто доцельный. И тут, как бы, мера фороха для одного выстрела. И засыпался туда, в стол. Засыпался, там, вставался в пули с пыжом, то есть сумочка открывалась, бралась там, условно, браснула пуля, заказывал ствол с пыжом, вытаскивался, шомпал, то есть это все дело, что палилось, убиралась, и мушкетер вставал обратно вот так вот, в эту позицию. То есть он готов, сцельный, он заведился. При команде «Фитиль крепи», здесь фитилами сейчас лабора нету, показать не могу, он крепился между большим и мизинцем, с конца не сюда вот, то есть вот так крепился. Концы торчали вот так. Длинный фитиль, потому что он прогорал, и просто мушкетер его выдвигал. При команде «Фитиль крепи», мушкет снимался с плеча, перехватывался, фитиль снимался и закладывался в жагру. Это жагра называлась. Вставлялся в жагру, и мог примерить, попадает он в полку или нет, в закрытом виде. Не прижимая к ней, просто примерялся. Примерялся, все нормально, фитиль закрепил, встал в таком положении, вертикально вверх мушкет на изготовку. Ждет команда, чтобы уже к стрельбе. Ждет, пока передние шеренги отстреляются, проходят вперед, то есть команда идет кладь. При команде кладь правая нога, не левая шагалка, а правая отставлялась назад, и правая нога, это получается ось от плеча к землю, то есть отдача шла в плечо и в ногу. Мушкет прикладывался, открывалась полка, при команде па-ли, на па как бы он вскидывал, на ли спускал ключок. То есть ключок спускался, жагра сгибалась пружиной там, и фитиль падал в полку. Возгорание, детонация, выстрел. Где-то прицельный дамик, где-то порядка 50 метров, стреляли кучи, и стреляли не в линию стреляли, а старались стрелять в центр строя. Если строй стоит, то и стреляли стрелять сюда, потому что выходя через центр, он имел обратный эффект. Поражали не первые ряды, а тех, кто сзади стоял. Вот так вот летел. Да, то есть она рассеивает через ряды, получается... Какой эффект вообще с любой шеренгой? Чем больше шеренг выстрелит людей, тем больше живой сил они поразят. Если за тобой никто не стреляет, значит они уже никого не поразят. Поэтому... Тактика такая была как раз использована, для того, чтобы выбивать задние ряды. Передняя она выстрела, она ушла, она будет еще секунд 40... А, то есть секунд 40, это перезарядок? 40-50 она будет заряжаться, в зависимости от опылисти мушкетера. Он будет заряжаться, там пыжить, пулю класть, все это дело готовить. Пока он снова выстрелит, другие шеренги противника будут выбивать свои задние шеренги. Поэтому старались в центре строя выбивать задние ряды.